Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы продолжим обозревать богов в Скайфорджа. Сегодня мы поговорим с вами о боге Охоты. Бог Охоты у нас открывается за книжку, советую я его открывать вторым после власти. Это у нас божество для ПВЕ дамага. За полное его закрытие, как всегда, вы получите две ячейки и несколько неплохих символов. Первый это мощь чемпиона. Урон по монстрам качества элита увеличивается на 3%. Таких знака есть 3. Небесный Охотник. Ваш урон в бою с одним противником увеличится на 3%. Инстинкт убийцы. Урон в бою с одним противником уменьшает на 3%. Собственно, получаемый по вам ДПС уменьшается. Королевская Охота. Урон по монстрам качества босс увеличится на 3%. Плюс вы получите символ Верховный Охотник, позволяющий вам отправлять ваших адептов в поиски трофеев. Правда, они приносят лишь белые. Воплощенная смерть просто увеличит исходящий от вас урон на 5%. Ну и вы можете увеличить эффективность ваших трофеев на 75%. Что ж, давайте-ка пройдемся по Атласу. Советую вам сразу же закрывать сначала правую сторону, а потом уже переходить к левой. Королевская Охота у нас идет первым символом. Мастер Убийств. Эффективность трофеев. Что ж, и уходим сразу же на правую сторону. Инстинкт Убийцы. Урон в бою с одним противником. Убийца Богов. Когда вы пребываете вне Божественной формы, ваш урон по другим богам в Божественной форме увеличится на 60%. Таких символов есть 4. Достойный символ для ПВП очень подойдет. Король поединков. Когда вы пребываете в Божественной форме, ваш урон по другим богам в Божественной форме увеличится на 20%. За два уровня этого символа. Еще один уровень Небесного Охотника. Еще один Король поединков. Вернее, второй Король поединков. Еще один Убийца Богов. Небесный Охотник. Но тут можно уходить уже на ваше усмотрение. Давайте-ка пойдем сначала наверх. Королевская Охота. Урон от выстрелов и взрыва способности Гнев Бога увеличится на 15-30%. Это ульта Стрелков. Истребление. Урон каждого следующего выстрела способности Гнев Бога увеличится на 20% по сравнению с предыдущим. Замечательный символ, который в принципе и делает эту ульту таковой. Тотальное уничтожение урон выстрелов способности Гнев Бога увеличится от 25% до 50%. Вот, опять же увеличивает урон и время действия способности. Каждое следующее применение мощи Гнев Бога наносит на 20-40% больше урона. Это ульта бойцов. Урон по целеспособности мощи Гнев Бога увеличится на 25-50%. То есть, как в ПВЕ, так и в ПВП подходит довольно-таки хорошо. Мастер Убийств. Так, ну давайте сюда сначала. Тут же мощь Чемпиона. Убийца Богов. Еще один уровень символа. Вернее, не символа, а пассивки. Королевская Охота. Инстинкт Убийцы. Уменьшающий по вам урон. В бою с одним противником. Тут же опять еще один инстинкт Убийцы. Мощь Чемпиона. Убийца Богов. Небесный Охотник. И мощь Чемпиона. Вот мы, собственно, и закрыли правую сторону Атласа. Она является самой полезной, в принципе. Потом уже начнем двигаться по левой стороне. Мастер Убийств. Вот первый уровень символа. Его, как правило, все обходят, потому что, ну, он бесполезен. Но я эти все символы позакрывал во имя двух ячеек. Еще один Мастер Убийств. Верховный Охотник. Верховный Охотник. Мастер Убийств. Верховный Охотник. И вот Воплощенная Смерть. В этой ветке это самое полезное. Ваш урон увеличится просто на 5%. Чистый дамаг, дорогие друзья. Мастер Убийств. Второй уровень Истребления. Второй уровень Смертоносной Мощи. И Тотального Уничтожения тут же. Тут продолжаем прокачивать мощь. Вот, собственно, и все. Атлас, грубо говоря, Охоты закончен. Вы получаете огромный прирост ПВЕ к ДПСу. Плюс, Охота вам позволяет эффективнее бороться с Богами. Как в Божественной форме, так и вне Божественной формы. Так что, можно сказать, и для ПВП этот Бог тоже актуален. Для его закрытия вам понадобится 600 Искр Божественности и около 30 тысяч Искр Развития. Надеюсь, этот гайд был полезен для вас. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.